Девочка-пай Добрый вечер. Здравствуйте, товарищи. В Политбюро ЦК КПСС. Политбюро ЦК КПСС на заседании, состоявшемся 1 сентября, рассмотрело разработанную правительством государственную программу газификации сельских районов нечерноземной зоны РСФСР. Программой предусматривается в основном удовлетворение к 1995 году потребностей в природном газе сельского населения, коммунально-бытовых учреждений, колхозов и совхозов региона, а также перерабатывающих предприятий и животноводческих ферм. Объемы газификации возрастут за эти годы в несколько раз. Для решения этой задачи планируется привлечь значительные финансовые и материальные ресурсы. Целевым назначением построить магистральный газопровод «Ямал-Нечерноземье», разветвленную газораспределительную сеть, газонаполнительные станции, базы сервисного обслуживания бытовой газовой аппаратуры. Признано необходимым создать организации и кооперативы по проектированию, строительству и эксплуатации газовых сетей, привлечь к сооружению объектов газоснабжения комсомол, студенческие отряды из всех союзных республик. В ходе обсуждения отмечалось, что реализация намеченных мер имеет большое политическое и социально-экономическое значение. Это позволит успешно решить задачу преобразования сел Нечерноземья, повысить жизненный уровень населения, существенно поднять производство сельскохозяйственной продукции. Политбюро рассмотрело предложение Совета министров СССР по коренному улучшению экологической обстановки в районе Аральского моря, которые разработаны на основе рекомендаций комиссии из числа ведущих ученых и специалистов страны. Подчеркивалась необходимость осуществления радикальных действий по восстановлению нарушенного экологического равновесия в районах Приоралья, сохранению Аральского моря. Особое внимание обращено на первостепенное значение рационального использования водных ресурсов, внедрения в практику прогрессивных водосберегающих систем земледелия. Предусмотрено проведение в 1988-2000 годах широкомасштабных работ по реконструкции оросительных и коллекторно-дренажных систем. Приостанавливается строительство крупных массивов оорошаемых земель. Для обеспечения гарантированного притока речных вод в дельты Амударьи, Сырдарьи и Варальское море признано целесообразным установить лимиты использования воды на цели орошения и хозяйственной нужды. Отмечалось, что задачей огромной политической и социальной важности является оздоровление санитарной и эпидемиологической обстановки в Приоралье. Необходимо в самые короткие сроки повысить качество медицинского обслуживания населения, осуществить строительство учреждений здравоохранения, объектов водоснабжения, добиться улучшения санитарного состояния поселков, районных центров, городов. На заседании одобрен план мероприятий по реализации предложений, выдвинутых в ходе официального дружественного визита Михаила Сергеевича Горбачева в Польскую Народную Республику в июле 1988 года. В нем учтены также пожелания и соображения, возникшие во время многочисленных встреч и бесед на польской земле. Конкретизированы меры по повышению сотрудничества в экономической и духовной сферах, расширению контактов в области науки и культуры по линии молодежных организаций, активизации взаимных поездок граждан обеих стран. Политбюро ЦК КПСС обсудило также некоторые другие вопросы внутренней и внешней политики Коммунистической партии. Репортаж о нем мы начнем с Ленинских гор, с парадной площадки Московского университета, где проходит, как всегда, праздник первокурсов. Узнаете Михаила Васильевича Ломоносова? Он приглашает известнейших наших ученых, преподавателей МГУ на встречу со своими будущими коллегами. Ну а сами первокурсники? Отличаются они в этом году от прежних? Думаю, что да. Ведь сейчас впервые право на поступление в институт давали только знания. Как стасковалась страна по молодому специалисту личности. Личности яркой, образованной, творческой. И пока звучит старинный студенческий гимн, и будущие физики, лингвисты, биологи передают друг другу символический ключ знаний, вспомним прекрасные слова древних мудрецов, относящиеся ко всем ступеням обучения, от детсада до университета. Ученик не сосуд, который надо наполнить, это факел, который надо зажечь. Сегодня праздник тех, кто учится. Сразу скажем, не только тех 110 миллионов, что пошли сегодня в школу, училища, вузы, нет. Слова «век живи, век учись» наполнили сейчас для нас самым конкретным смыслом. Мы хотим перестроить свою жизнь, свое хозяйство по-новому, а для этого всем нам нужно многому учиться, и детям, и взрослым. Вот и выходит, что праздник это всенародный. Не станем говорить сегодня о проблемах народного образования. Вспомним лучше то доброе, что несет 1 сентября именно этого, 88-го года. Как обычно, цветы, улыбки на ребячьих лицах, отмытые до блеска классы, взволнованные малыши, у которых начался сегодня новый этап детства. Но давайте постараемся, чтобы годы учения принесли всем от 1-го до 10-го класса побольше радости. Ну а новое? Наконец-то во главу учения мы ставим творческую мысль. Думай сам, сказали учителю. И учи других прежде всего думать. Это нужно стране. А чтобы оставалось у ребят время на развитие, на чтение, кино, спорт, школьная неделя стала короче. По субботам отдыхают теперь от занятий малыши. Получили право на такой эксперимент и старше. Идет на первый урок наша рабочая смена. А после занятий и эта новость получили возможность будущие рабочие открыть свои мастерские, ателье, магазины. Это ли не лучшая практика? Одна из крупных в Ташкенте новая школа в основном на узбекском языке обучения. В ней будут учиться около 1200 детей. Спортивный, актовые залы, столовая. Здесь же отдельный уголок для самых маленьких, шестилеток. Лингофонные кабинеты по изучению русского и английского языков. Кабинет компьютерной грамотности. Имеется бассейн, теплица, где учащиеся будут выращивать овощи для столовой. Отдельные классы для шестилеток. Спальня. Действуют группы продленного дня с игротекой. В этом году немало нового в школьном обучении. Особый упор делается на двуязычие. Наряду с изучением русского языка большое внимание уделяется и глубокому овладению родного языка. На смену теоретическим семинарам пришли новые формы обучения. Уроки-диспуты, уроки-лекции, уроки-семинары. В заключение отметим, что сегодня в Узбекистане за партой сели около четырех с половиной миллионов школьников. И снова мы в центре России. Сюда, в Нечерноземье, пролегли дороги нашей выездной редакции. Ну а повод для разговора нашего корреспондента сегодня ясно какой. Для этой девчушки сегодня такой же особенный день, как и для любой ее сверстницы или сверстника. В первый раз, в первый класс. Только в отличие от всех, наверное, здесь, в деревне Юрьево, Калининской области, первый класс в школе вообще единственный. А Вероника Гервас единственная пока в нем ученица. Ученица. А у вас, наверное, тоже сегодня праздник, ведь 10 лет назад вы последний урок провели. Да, праздник большой, правильно. Так вот, 10 лет возрасту сбросить, вот хорошо бы. 10 лет назад оказалось, что Зинаиде Николаевне Хомяковой некого здесь учить. Отрезанные бездорожьем от большой жизни деревеньки колхоза «Верный путь» стали пустеть. Дальше больше. Сегодня, например, из 160 жителей четырех деревень, почти каждый второй пенсионер. На 2000 гектаров пашни осталось 10 механизаторов, 5 шоферов, 10 доярок на 280 коров. 60 из них просто не дают, некому. Хорошо, если привезут из райцентра, из старицы, по наряду работниц швейной фабрики. Как сквозь решето плакового хозяина теряется на этих хлябях до 20% продукции. Почему же понадобилась школа в деревне Юрьево, хоть и для одной пока первоклассницы? Что изменилось? Всего в 7 километрах от центральной усадьбы колхоза заканчивается сегодня асфальт. Движется к Юрьеву дорога, работает грейдер, экскаватор, асфальту кладчик. Вот почему в этих недавно построенных домах и всего месяц назад пустовавших появились уже сегодня 5 новых семей. Им через год-два тоже будет нужна школа. Ну как сейчас-то работает? Ничего, хорошо. Принялся за работу, знаете, даже с какой-то радостью. Меня радует то, что я буду, если так можно сказать, хозяином на этой ферме. В сравнении с тем, что было, все-таки это маленький шажок вперед. Это вселяет надежду, уверенность и радует процесс приезда молодых семей. Будущее появляется. И мы, значит, сегодня будем настойчиво вести эту работу и дальше, привлекая их к дорожному строительству. И другие, не дорожно-строительные организации, наших миллиараторов, химиков, бывшую сельхозтехнику. Да, и в целом, в ряде хозяйств уже начинаем строить дороги хозяйственным способом. Это ваш резерв? Это наш резерв. Первый подъемный кран, собранный на базе шасси из-под уничтожаемых ракет, вышел сегодня из ворот Одесского производственного объединения. Самоходные подъемные краны большой грузоподъемности выпускали в Одесском объединении имени Январского восстания и раньше. Но за последнее время строителям приходится забираться все дальше, в труднодоступные районы Севера и Сибири. И они попросили одесситов, чтобы кран Январец мог не только поднимать тяжелые грузы, но и был более высокопроходимым. А для этого нужны новые шасси. И как только стало известно, что принято решение об уничтожении ракет средней и меньшей дальности, руководители объединения обратились в правительство дать им высвобождающиеся из-под ракет шасси. Наши конструктора внесли предложение, чтобы эти шасси использовать для изготовления кранов грузоподъемностью 80-120 тонн. И первый такой образец сейчас был создан в ГСКБ нашего объединения с участием Польской Народной Республики. Эти краны будут работать на стройках при монтаже крупных металлоконструкций, при монтаже зданий, при реконструкции действующих предприятий. Уже в ближайшее время в Одесское объединение имени Январского восстания должны поступить первые десятки, а потом и сотни шасси, высвобождающиеся из-под уничтожаемых ракет средней и меньшей дальности. И одесситы готовы приступить к серийному производству новых подъемных кранов. Но, к сожалению, разворот работ сдерживается пока из-за отсутствия необходимой документации на эти шасси. А пока в объединении идут испытания новых самоходных кранов, способных поднимать грузы весом в 150 и более тонн. И эти мирные стрелы тоже можно будет ставить на высокопроходимое шасси вместо ракет. Сегодня Всемирный день мира. Начался он в нашей и других странах уроком мира. Завершился маршем мира. Эта торжественная церемония состоялась сегодня вечером в Московском центральном парке имени Горького. Дети пронесли по аллеям парка знамя, длиною почти в километр. На его полотнищах начертаны имена. Тысячи и тысячи имен детей, погибших в войнах и вооруженных конфликтах. Это имена советских, немецких, американских, вьетнамских, никарагуанских, японских детей. Три года мальчики и девочки из 26 стран разыскивали эти имена. Да, здесь имена детей Хиросимы и Нагасаки. Есть имя никарагуанского мальчика, который хотел спасти свою сестру, но погиб сам. Почему это знамя называется знаменем надежды? На полотнищах имена погибших, что само по себе бессмысленная утрата ценнейшей человеческой жизни, говорит Патриция Монкандон. Она основатель и президент американской организации «Дети как миротворцы». Это движение выступило с инициативой создать знамя надежды. Эту инициативу поддержали многие миролюбивые организации. Активное участие в проекте принял Советский комитет защиты мира. Так почему же это знамя, знамя надежды? Взрослые дети делают все и надеются на то, чтобы имена ребят, которые сегодня несут это знамя, никогда не были начертаны на его полотнищах. Надо не допустить, чтобы гибли дети. Нельзя так поступать по отношению к своему будущему. Об этом говорили на митинге писатель Анатолий Олексин, общественная деятельница из Соединенных Штатов Патриция Монкандон. Сегодня знамя было впервые развернуто в Москве. И чтобы как можно больше людей увидели его, на днях международная делегация детей, в которой представлены школьники из Соединенных Штатов, Японии, Норвегии и Советского Союза, будут сопровождать знамя надежды в ГДРы Западный Берлин, Белфаст и Нью-Йорк. На русском и японском языках звучат на улицах Хабаровска призывы крепить мир на планете, уничтожить ядерное оружие, предотвратить звездные войны. Вместе с дальневосточниками на антивоенную манифестацию вышли участники рейса корабля мира из Японии. День профсоюзных действий за мир проходит как день памяти о начале Второй мировой войны, как предостережение тем, кто еще не расстался с милитаристскими замыслами. Об этом говорят участники митинга. Добровольными взносами в Советский фонд мира голосуют они против военных приготовлений, за единство всех сторонников мира на планете. Более миллиона рублей только в этом году поступило на счет фонда мира от трудящихся и жителей Хабаровского края. Мы считаем, что профсоюзы должны стоять в центре борьбы за мир, но, к сожалению, сегодня в японском профсоюзном движении нарастает правый уклон. Потому для нас очень важную роль играют вот такие корабли мира, в которых могут принимать участие представители самых широких слоев общественности. Я считаю, что борьба за мир – это не только движение против войны, но и участие в решении многих других проблем. На Смоленской земле, куда прибыла официальная делегация Польской Народной Республики во главе с заместителем министра национальной обороны ПНР генералом брони Збигневым Новаком, 45 лет назад закончилось формирование оснащения боевым оружием воинов 1-й польской дивизии имени национального героя Польши Тадеуша Костюшко. А вот здесь, у поселка Ленина, Могилевской области, у высоты номер 215, как она именовалась во фронтовых сводках, приняли польские побратимы совместно с советскими воинами свой первый бой. Гости из Польши ознакомились с реликвиями музея Советско-Польского боевого содружества, посетили братские могилы польских и советских воинов. В Величественном Сосновом Бару под Смоленском, в местечке Катань, похоронены польские офицеры и советские воины, жертвы Второй мировой войны. Здесь сегодня состоялась церемония закладки памятных плит в основании будущего мемориального комплекса, который создадут совместно советские и польские зодчие. По поводу этого события в Катанском лесу состоялся митинг. Собравшиеся на этой священной земле, смоляне и гости из Польши отдали воинские почести павшим. КОНЕЦ ЦК КПСС, Президиум Верховного Совета и Совет Министров СССР направили руководителям Социалистической Республики Вьетнам Нгуэн Ван Линю, Воти Конгу, До Мэою, Ле Куанг Дао приветствия по случаю 43-й годовщины победы августовской революции и создания независимого демократического государства на земле Вьетнама. Советско-вьетнамские отношения, скрепленные договором о дружбе-сотрудничестве, десятилетие которого отмечается в этом году, говорится в приветствии, надежно служили и служат коренным интересам обоих народов, делу мира и социализма. Революционные процессы перестройки и обновления, набирающую силу в СССР и СРВ, создают новые возможности для повышения эффективности сотрудничества, углубления взаимодействия СССР и Вьетнама на международной арене. ЦК КПСС, Президиум Верховного Совета и Совет Министров СССР пожелали коммунистам, всем трудящимся в Социалистической Республике Вьетнам больших успехов в реализации курса 6-го съезда КПВ новых свершений в деле социалистического строительства. Сегодня в Москве прошло торжественное собрание, посвященное 43-й годовщине провозглашения независимости Вьетнама. Выступавшие отметили, что создание независимого Вьетнама ознаменовало начало распада колониальной системы империализма в Юго-Восточной Азии, вписало яркую страницу в историю мирового революционного движения. Перед вьетнамским народом открылась возможность мирного созидательного развития. В собрании приняли участие товарищи Бакланов, представители партийных, советских и общественных организаций, присутствовал посол Социалистической Республики Вьетнам в СССР Нгуэн Мань Кам. Немало сложных проблем решает сейчас Вьетнам в процессе обновления экономической и социальной жизни. И все-таки главной остается продовольственная. Не хватает основных продуктов питания, а на рынках цены очень высокие. Правда, в августе они впервые за долгое время немного стабилизировались, не растут, но и не снижаются. Остановить рост цен, как считают вьетнамские экономисты, удалось прежде всего за счет весенне-летнего урожая риса. Во Вьетнаме все измеряется рисом. С полным основанием можно сказать, здесь рис всему голова. Уезд Донган. Пункт свободной продажи риса государству. Ныне устранены многие бюрократические рогатки, упорядочены закупочные цены. Деньги крестьянам выплачивают наличными. Уже несколько лет во вьетнамской деревне распространен семейный подряд. Тут уверены, худо, бедно ли, но именно семейный подряд кормит страну. И дело пошло бы быстрее и лучше, если бы этому подряду не ставили палки в колеса, если бы не подрывали в ряде провинций материальную заинтересованность крестьянина. Как подчеркивает вьетнамская печать, противникам семейного подряда надо давать самый решительный бой. Более того, пришло время переходить на арендный подряд. Договор подписывает не на 3-4 года, как сейчас, а на 10-20 лет. При арендном подряде после полного расчета около 60% заработанных годовых доходов должно оставаться крестьянину. На полях зреет осенне-зимний урожай риса. Возможно, он принесет реальные сдвиги в продовольственной проблеме. В Женеве состоялось первое пленарное заседание очередного раунда советско-американских полномасштабных переговоров по ограничению и в конечном итоге прекращению ядерных испытаний. Был отмечен значительный прогресс, достигнутый в ходе переговоров и в осуществлении первого этапа совместного советско-американского эксперимента по контролю. В Женеве завершилась встреча представителей СССР и США для очередного, третьего по счету, рассмотрения действия договора об ограничении систем противоракетной обороны. Сторонами не было выработано каких-либо совместных документов. Каждая из них опубликует свое соответствующее заявление по итогам обсуждения. Сегодня в Москве в пресс-центре МИД СССР было оглашено заявление советской делегации по итогам рассмотрения действия договора по ПРО. В заявлении подчеркивается, что советская делегация стремилась к тому, чтобы подтверждение приверженности договору и согласованные наметки относительно путей устранения озабоченностей обеих сторон нашли отражение в совместном заявлении или коммунике. К сожалению, этого сделать не удалось, ввиду нежелания американской стороны в практическом плане рассматривать озабоченности советской стороны. Американская делегация стремилась свести свое рассмотрение действия договора по ПРО к принятию советской стороной американского требования о демонтаже еще пока не существующей Красноярской радиолокационной станции. По итогам обсуждения с американской стороны опубликовано одностороннее заявление, в котором дается необъективная оценка сложившегося положения. В заявлении подчеркивается, что по вопросу строящейся станции в районе Красноярска советская сторона вновь подтвердила, что эта станция предназначается для слежения за космическими объектами и не подпадает под ограничение договора. Советская сторона внесла также ряд конструктивных предложений, которые в случае их реализации способствовало бы разрешению и других вопросов, поднимаемых как с той, так и с другой стороны. К сожалению, советские предложения не получили позитивного отклика с американской стороны. Однако советская сторона считает, что совместные усилия с целью принципиальных решений могли бы быть продолжены. Полностью текст заявления публикуется в печати. По сообщениям из Польши, сегодня завершилась продолжавшаяся почти две недели забастовка на Гданьской судоверфи имени Ленина. Все бастующие покинули территорию судоверфи. Сегодня же закончилась забастовка части рабочих Гданьского торгового порта. Войцех Ярузельский выступил на встрече с активом завода легковых автомобилей в Варшаве. Отвечая на вопросы рабочих об ущербе от нынешних незаконных забастовок, первый секретарь ЦК Порп сказал, что их можно конкретно подсчитать. Причем некоторые экономические последствия невосполнимы. Но самый серьезный ущерб, это то, что они нанесли урон престижу страны. А польский руководитель побывал также в цехах, где беседовал с рабочими. В Мюнстере проходит съезд Социал-демократической партии Германии. Сегодня на съезде обсуждаются, пожалуй, важнейшие проблемы современности. Вопросы международной безопасности и разоружения. Символично, что именно сегодня, 1 сентября, Международный день мира, более 400 делегатов съезда ведут дискуссию именно по этим проблемам. В этой связи следует отметить, что сегодня на съезде СТБГ по существу все выступавшие подвергли критике политику нынешнего кабинета канцлера Коля в области разоружения. На форуме западно-германских социал-демократов особенно выделялась мысль о том, что пора бы, наконец, правительству ФРГ внести свой конкретный вклад в процесс ослабления международной напряженности. Не случайны, наверное, слова выступавшего в Мюнстере почетного председателя СДПГ Вилли Бранта о том, что НАТО и ФРГ в частности довольно беспомощно выглядят, когда дело доходит до ответа на далеко идущие и серьезные предложения Советского Союза в области разоружения. Позиция социал-демократов по важнейшим вопросам разоружения во многом совпадает с позицией Советского Союза. В переговорах нужно искать дальнейшее возближение политических линий, пути к конкретному прогрессу. Я хотел бы также подчеркнуть, что мы весьма благодарны Советскому Союзу за те усилия, которые были предприняты вашей страной в области разоружения. Они открыли международному сообществу новые горизонты, а наши собственные цели стали для нас реально достижимыми. Сегодня же на съезде СДПГ состоялись выборы руководства. Председателем партии был вновь избран Ханс-Йорхен Фогель. Сегодня с американской военной базы «Вальдхайде» близ Хайльбронна начался вывод ракет «Першинг-2», подлежащих уничтожению в соответствии с положениями Советско-Американского договора по РСМД. Из ворот базы выехала колонна из девяти пусковых ракетных установок. Она взяла курс на технический центр в городе Хаузене, где они должны быть уничтожены. Через полчаса территорию базы покинули 12 крылатых тягачей, перевозивших ракетные двигатели, системы управления и наведения «Першингов-2». Этот груз отправится в США и будет уничтожен на специально оборудованных предприятиях. Генеральный секретарь ООН Хавиер Перес де Куэльер объявил сегодня в Женеве о назначении своим представителем на Ирано-Иракских переговорах постоянного представителя Швеции при ООН Яна Эляссона. Продолжаются антиизраильские выступления палестинского населения на оккупированных территориях. В ходе ожесточенных столкновений палестинцев с израильскими силами безопасности на западном берегу реки Иорданы в секторе Газа за истекшие сутки от пуль карателей погибло трое арабов и по меньшей мере 16 человек ранее. В Калькилье введен комендантский час. Повсеместно проводятся облавы, обыски и массовые аресты среди местного населения. По данным палестинских источников, общее число патриотов, заключенных в израильские тюрьмы и концлагеря, достигло уже 28 тысяч человек. Снова звучат взрывы и автоматные очереди в городах Ольстера. Два человека погибли, и один был ранен сегодня в одном из жилых домов города Лондон-Дерри. Телекомпания BBC сообщила, что погибшие не имеют никакого отношения к террористической деятельности и стали жертвами взрыва мин и ловушки. Ответственность за установку взрывного устройства взяла на себя Временная Ирландская Республиканская Армия. Правительство Ирландии потребовало созыва экстренной сессии Англо-Ирландского Межправительственного Совета для обсуждений сложившегося вольстареположения. Сотни тысяч людей вновь вышли сегодня на улицы Бирманской столицы с требованием отставки нынешнего руководства страны, ликвидации однопартийной системы, создания переходного правительства и проведения всеобщих выборов. В манифестациях участвуют представители различных слоев населения. Многотысячные выступления проходят и в других городах страны. Демонстрации возобновились, несмотря на переданное по радио заявление Совета Министров о том, что правительство примет соответствующие меры, если манифестанты немедленно не оставят занятые ими помещения, государственных учреждений и органов власти. Теплоход «Карин» под флагом ФРГ с грузом опасных токсичных отходов вошел сегодня в территориальные воды Франции. Он дрейфует примерно в 13 морских милях от французского порта Гава. Французские портовые власти отказали капитану, обратившемуся с просьбой войти в порт и разгрузить этот опасный груз. Вот уже в течение нескольких недель западно-германское судно, зафрахтованное итальянской компанией, пытается избавиться от контейнеров с токсичными отходами. Ранее капитан получил отказ разгрузиться в Нигерии, ФРГ, Испании, Великобритании. Тяжелая катастрофа произошла в Югославии на автодороге Сараева-Мостар. Пассажирский автобус столкнулся с прицепом грузовика, выехавшего на встречную полосу, и упал с 50-метрового обрыва в водохранилище. Точное число жертв еще не установлено, но в автобусе был 41 человек. В живых после аварии осталось 13. Они находятся в больнице. В Дагомысе продолжается 38-я Пагуашская конференция. Особенность пагуашских встреч в том, что вырабатываемые на них предложения и рекомендации принимаются единогласно. Только один раз это было в 57-м году, мнения разделились. Решение тогда было принято при помощи голосования. Чтобы ученые разных политических взглядов почти из 40 стран согласились друг с другом, рекомендации должны учитывать интересы всех сторон. Неудивительно, что инициатива Пагуашской конференции одобрялись разными правительствами и часто воплощались в жизнь. Большое внимание в ходе конференции уделяется проблеме запрещения испытаний ядерного оружия. Тема эта не новая, но сейчас она приобретает особое звучание. Профессор Эпштейн на протяжении многих лет возглавлял исследования ООН в области разоружения. Недавно в ходе Ирано-Ирадской войны использовали химическое оружие. К счастью, у этих стран не было возможности создать атомную бомбу. Такая возможность, однако, сейчас есть у Израиля, ЮАР, Бразилии, Аргентины, Индии и Пакистаны. Эти государства не брали обязательств не приобретать ядерное оружие. Они вместе с тем являются членами договора о запрете ядерных испытаний в трех средах. Если бы США, Советский Союз и Англия согласились запретить все взрывы, договор этот можно было сделать договором о полном запрете ядерных испытаний. Достаточно внести в него поправку. Я думаю, страны, находящиеся на пороге создания ядерного оружия, остались бы членами этого договора. Отказавшиеся от ядерных испытаний, они фактически отказались бы и от собственных ядерных сил. Как видим, запрет ядерных взрывов это проблема отношений не только между великими державами. Если гонка вооружения будет продолжаться, скоро в зонах напряженности могут появиться новые ядерные страны. В заключение о небольшой сенсации. Впервые в истории движения журналисты были допущены на начало заседаний рабочих групп. Раньше это было строго запрещено. Поговщицев обвиняли в том, что они недооценивают средства массовой информации, что в последние два десятилетия их авторитет снизился. Сейчас положение меняется. В движение пришли новые талантливые люди. Изменилось так же, как видим, и отношение к журналистам. Сегодня национальный праздник Ливии. День Великой Революции. В нашей программе принимает участие секретарь Народного комитета Народного бюро социалистической народной ливийской арабской джамахирии Дао Алису Эйдан. Добрый вечер. Сегодня ливийский народ отмечает 19-ю годовщину Великой Революции 1 сентября, которая свергла монархический режим. Она освободила Ливию от иго-колониализма, эксплуатации и реакции, присоединив ее к освободительным силам мира. Наш народ справедливо гордится с огромными достижениями, которых он добился в различных областях и, в первую очередь, завоеванием власти, богатства и оружия и провозглашением и притворением в жизнь народа власти. Сегодня ливийские народные массы осуществляют свою власть и волю через свои народные конгрессы и комитеты, твердо и уверенно закладывают фундамент джамахирийского общества, основанного на свободе, справедливости и равноправии. Все это нашло свое отражение в акте о правах человека в джамахирийском обществе, утвержденном ливийским народом в этом году. Друзья, борясь вместе с миролюбивыми силами планеты за безопасность, мир и равноправие в международных отношениях, ливийский арабский народ чувствует, что он не добился полной свободы, пока палестинский народ не осуществил своих законных прав, пока наши братья в Южной Африке и Намибии не завоевали свободу. Ливийский арабский народ жертвовал многим ради права на выбор собственного пути на национальной, общеарабской и международной арене. Он мобилизует все свои возможности для поддержки дела национального освобождения. Несмотря на давление, на политические, экономические и военные провокации, вплоть до прямой агрессии со стороны американского империализма и НАТО, ливийский арабский народ продолжит свою решительную борьбу за свободу и мир во всем мире. В этой связи я хочу отметить особые отношения, установившиеся между Ливией и Советским Союзом, которые все больше развиваются и углубляются. Эти отношения особенно укрепились и расширилась их перспектива в результате встречи полковника Муаммара Каддафи с товарищем Михаилом Горбачевым в октябре 1985 года. Мы в Ливии высоко ценим борьбу народов СССР под руководством товарища Горбачева за мир без угрозы ядерного и другого оружия массового истребления, за обеспечение справедливого мира и безопасности для всего человечества. Мы следим с вниманием и признанием за ходом перестройки и гласности, которые обеспечат советскому обществу неуклонный прогресс по социалистическому пути и предоставят всем его членам возможность участвовать в повышении экономического и социального уровня, продолжая дело Великой Октябрьской революции, раскрепостившей созидательный потенциал всех народов Советского Союза. Спасибо за внимание. Перед вами выступал секретарь Народного комитета Народного бюро социалистической народной ливийской арабской джамахири Дао Алису Идан. Сегодня состоялся первый рабочий сеанс телевизионной связи с советско-афганским экипажем, работающим на борту станции «Мир». Никто, наверное, не знает лучше работающие в космосе экипажи, чем их дублеры и медики. Теперь на станции «Мир» есть свой врач, Валерий Поляков, и в помощь ему целый диагностический центр от компьютеров до аквариума с рыбками. Исследуются, например, такие явления, как космическая болезнь движения, на контроле, работоспособность и адаптация к невесомости. И в первом телерепортаже первое слово за врачом. Врачу предоставилась возможность посмотреть и оценить состояние, ну, назовем так же, умственной, психической работоспособности основного экипажа. Ну, поражает большая творческая инициатива этого экипажа. То есть, явления доптаж у них давно прошли, они существуют уже 8 месяцев на орбите. Остается только пожелать, ну, тем, у кого предстоят длительные экспедиции, так входить в форму, приспосабливаться к атмосфере длительного существования в невесомости и работы. Доволен итогами первых медицинских экспериментов и Абдул-Ахат Маман. Он работал на болгарской аппаратуре Плевен и показал очень хороший результат. И первым делом рассказал об этом своему дублеру. Прекрасно он чувствует себя, он видит нашу территорию через иллюминатор. И сейчас готовится на следующий сеанс связи выполнять программу Шамшат. Дублеры и основной экипаж продолжают работать вместе. Еще вчера, сразу после стыковки, когда Земля стала выдавать первые команды международному экипажу, я видел, как Анатолий Березовой в общем шуме ЦУПа слушался в голос оператора и почти незаметными движениями повторял все действия Владимира Ляхова на армии. Как будто ему самому предстояло через несколько минут перейти в станцию. А сегодня они обмениваются новостями земными и космическими, расспрашивают, как идут эксперименты. Информация обнадеживающая, что там малооблачно на той территории, над которой они будут проходить. Аппаратура у них готова к включению. Я считаю, что ребята прекрасно работают. У них хорошее настроение, высокая работоспособность. И я думаю, что это будет все шесть суток, которые они будут на борту станции. В Москве в библиотеке имени Ленина сегодня открылась выставка книг, переданных из фонда специального хранения. В открытые фонды библиотеки уже возвращены из спецхранилищ около трех тысяч названий отечественных книг и сотни тысяч изданий зарубежной периодики. Об этом сообщили, открывая выставку, заместитель директора библиотеки имени Ленина Морозова и член коллегии главлита СССР Солодин. Кропотливая работа по реабилитации книжных фондов ведется интенсивно и где-то к октябрю-ноябрю будет закончена полностью. На этой первой выставке такого рода около 800 книг. В первую очередь это произведения авторы, которых в сталинские в годы были незаконно репрессированы. Труды известных партийных деятелей Бухарина, Рыкова, Каменева, Зиновьева, Бубнова, Раковского, Розенгольца, Чернова. После восстановления честного имени политических и общественных деятелей их творческое наследие возвращается народу. Рядом примеры иного рода книги и воспоминаний о революции и гражданской войне Керенского, Милюкова, Деникина, Краснова, Савенкова. Издавая в 20-е годы мемуары идейных врагов революции, советская власть была уверена, что их контраргументы не поколеблюют ленинское учение. Гласность уничтожает белые пятна в нашей истории, науке, литературе. Выставку дополняют вот эти объемистые папки со списками книг, переданных в открытые фонды. К сожалению, многие книги сохранились лишь в одном-двух экземплярах. И чтобы избежать утери, нужно делать копии. Кстати, около 20% книг, поступивших из спецфондов, будут переизданы. Конечно, прежде чем эта масса вновь поступивших книг и журналов дойдет до читателя, наверное, потребуется несколько месяцев, чтобы их оформить. Но уже сейчас сотрудники Ленинской библиотеки делают все возможное, чтобы как можно быстрее выполнить решение о передаче литературы в фонды общего пользования. Эта выставка проработает в течение месяца, а в ближайшем будущем подобные выставки советских и зарубежных изданий будут устраиваться по конкретной тематике. Добрый вечер, товарищи! Футболисты СССР, ФРГ, Финляндии и Исландии первыми из европейских команд стартовали в отборочном турнире будущего чемпионата мира. Наверное, многие из вас следили вчера за игрой в Рикьявике между сборными СССР и Исландии. Матч закончился в ничью 1-1. Давайте вспомним наиболее интересные его моменты. Игра сложилась для сборной СССР непросто. Настроиться на решительные действия в тайне, считая соперника недостаточно грозным, трудно. В первом тайме больше атаковали хозяева поля, они действовали жестко. Один из опасных моментов принес успех команде Исландии. Защитники не сумели помочь нашему вратарю. Это случилось на 11-й минуте. Во второй половине матча, когда на поле появился Добровольский, игра приобрела большую стройность. И вот уже сборная СССР все чаще угрожает воротам исландцев. И хотя они встали стеной перед своей штрафной площадкой, Литовченко сумел сравнять счет. Один-один. У нашей команды был еще шанс забить победный гол, но удар Протасову парировал вратарь. Итак, мячья один-один. Еще один отборочный матч чемпионата мира состоялся в Хельсинки. Хозяева футболисты Финляндии с крупным счетом 0-4 уступили команде ФРГ. Счет открыл Фельдер. Он же в первом тайме еще раз добился успеха. Западногерманские футболисты продолжали атаковать и после перерыва. Вы видите, как третий мяч забивает капитан команды Матеус. Наверное, Франц Бекенбауэр сумел снова вселить уверенность в своих игроков после неудачи его команды на Европейском чемпионате. Последний гол в этом интересном матче провел Риди. Футболисты ФРГ и Финляндии играют в четвертой отборочной группе. Сообщение из Ялты. Здесь продолжается матч-реванш на первенстве мира по международным шашкам. Сегодня в третий раз встретились чемпионка мира Ольга Левина из Харькова и Минчанка Зоя Садовская. Сегодня чемпионка мира уверенно провела свою партию и победила. Счет сравнялся полтора очка на полтора. В следующем сюжете мы хотим показать вам уникальные достижения паруштистов Чехословакии. Они совершили рекордный групповой прыжок. 24 спортсмена покинули самолет в небе над Моравией за тем, чтобы в свободном падении соединиться в громадную причудливую фигуру. Сделать это совсем непросто, однако через 60 секунд после прыжка они все-таки добились своего. Для того, чтобы это достижение было зарегистрировано, смельчакам достаточно было пробыть в этом положении всего 3 секунды, но парашютисты почти вдвое превысили это время, доведя его до 5,5 секунд. По сведениям гидрометцентра СССР завтра, 2 сентября в Латвии 17-22 градуса. В Эстонии плюс 15-20 небольшие дожди. В Литве 18-23 местами кратковременные дожди. В Беларуси от 21 до 26 градусов. В Молдавии 23-28 градусов. На Украине 21-26, на юге до 29. В Грузии 23-28 градусов, кратковременные дожди, грозы. В Центральном районе Европейской части России плюс 15-21. В Ленинграде 17-19 градусов. В Москве без существенных осадков. Температура ночью плюс 10-12, днем 18-20 градусов. Редактор субтитров Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова